Музыка Мы будем еще, вы будете еще иметь возможность, кто не знает, познакомиться с моим братом Юрием Железом, очень дотошим человеком, который вступил в спор, видимо, раз уже пожалел, вот, потому что оппоненты не стесняются, вот, как рассказать, пренебрежительный тон, оскорбительный, человеку, который за 6 лет вырастил, первый урожай получил персиков, абрикосов, вершин, ну, естественно, это под моим чутким руководством, с моих косточек, вот, но, все равно считается, что он невежа, и сейчас мы с вами вынуждены эту тему продолжить, а может быть, это последний наш разговор, потому что, очень уж это все отражается на нервах, и так, напомню, вот эти вот, однажды мы с вами обсуждали, коротко, Уважаемые садоводы, что случилось с нашей яблоней, может подсказать, выживет ли она, если спилить ствол ниже болезни, или уже бесполезно, то есть, видите как, это форум Туманова, это миллион сто тысяч подписчиков, вот, дело серьезное, Здесь вы видите, я показывал коротко, и рассказывал, но интригу держал, причину болезни до конца, я надеялся, хотел посмотреть, а эти, это прислал мне мой брат, скопировал с форума, а эти специалисты, которым они считают себя, да еще так считают, применяя слово, у нас шикарное образование, шикарное, И вот, мне хотелось узнать, узнать ли они, на самом деле, причину, догадаются или нет, и вот получилось так, что никто не догадался, так, никто, и я в конце этого разговора, многие из вас, кто вебинары смотрит, уже видели этот фильм, не фильм, а как сюжет, вот, и тут получается так, обрезано было, уже умирал верхушка, потом ниже, 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 Человек в отчаянии, осталась последняя еще полуживая ветка, все остальное практически мертво, ну, может две ветки, вот и вопрос, или бесполезно, или спилить ниже болезни, Специалисты начали отвечать, вот, посмотрите, крупный план, жуть, нет, вот еще ветка почти живая, вот, и там им, ну, понятно, там, фунгициды, там, пила, топор, все, что насоветовали, причину не знали, Значит, погоду делает Орга Исакова, если бы она не оскорбила в очередной раз, я уже говорил, что я не буду вашу фамилию трепать, потому что выглядите, мягко говоря, ну, как, как будто песочницы с детишками играете, вот, Гриб гременщи, будет ее мучить, пилить, сжигать, вот это уровень, пилить, сжигать, гриб грибу рознь, вот, почему эта самая, она так написала, сейчас поймете, На нижних ветках грибов нет. Может оставить, обработать. Так жалко её. В прошлом году был первый жаль. Наталья ещё, её у Яблони уже всё приговорена. Она ещё на что-то надеется. Ага, сейчас. Я ошиблась, попробуйте побороться. А что бы я не писать об этом, когда я назвал уже причину. Это была предыдущая серия. Да, вы правы, почитал, согласен. Но я никогда не видел грибов на ухоженных деревьях. Она запущена сплошь и рядом. В предыдущей серии Александр единственный, кто написал умную вещь, что здоровой ткани грибы не едят, только мертвецину. Это он повторил меня. Я был благодарен. Но нервы у него не выдержали против таких авторитетов, которых главный инструмент это топор и пила. Он, значит, всё-таки сдался. Вы правы, почитал, согласен. Но это он оправдывается. Но не видел он грибов на ухоженных деревьях. Она запущена, имеется в виду искалеченных. Вот так вот продолжается. Спасибо, Оля, поборемся. Вот. И, наконец, с моей подачи написал мой брат двоюродный Юрий Железов. Уважаемая Наталья, на вашу просьбу о проблеме вашей яблони дал рекомендации и комментарии в своём вебинаре, тот, что я упоминал, первая серия. Известный сибирский садовод в 36-летнем стажем Железов ВК. Посмотреть ролик можно на Ютубе, на Классе ВКонтакте. Называется ролик. Вот так набирайте. Я сейчас только набрал в Яндексе. И сразу вот он передо мной. Он из моего кусочка отрывка вебинара сделал отдельный фильм. Да, я посмотрела. Передайте благодарность брату за заболевание. Это мне. Поняла его совет. Вот брать из-под яблоней мульчу причину заболевания. Так вот, таилась погибель моя. Вот она. Вы понимаете, что под ней всё гниёт. И в этот момент, когда дошло до Ольги Исаковой, что она, мягко говоря, была некомпетентна. Вот. И припомнилась, знаете чем? Нет, не благодарность у ко мне, что хоть немножко стало больше собрать. Нет, злобы. И вот мне Юрий передает благодарность от хозяйки. Дерево, которое ещё вдруг спасём. То есть мульчу убрать, это первое. Исакова. С каких пор мульча стал источником спор макромицетов грибов? Какие мы грамотные. Вот. При чём тут спор? Её, мульчу убрать, поднять. А, так ты же, ой, так вы же, Ольга, не поняли? Ёп. При чём тут грибы, спор, это, самое, есть там, нет, меня не волновало. Мне волновало то, что под ней сгнила, это. Кора сгнила, понимаете? Сгнила кора. Вот так вот. И вот это его дело. Но не то, что у вас споры этих грибов перемещаются ветром, попали через ранг. Да плевать мне, как они попали. Они едят своё законное. Ещё раз. Грибы и споры, это часть природы. Они уничтожают только гнилое, мёртвое, только мёртвое, только мёртвое, только мёртвое. Как бить вашу эту красивую головку? Только мёртвое. Это их работа, законная. Вот это всё, они выполняют свою роль. Им надо благодарить. Если они это делать не будут, мы через несколько лет все, 6 миллиардов человеку, если вот этого не будет, умрём с голоду. Разорвётся цепочка пищевая. Вы понимаете, вы настолько эти песочницы засиделись, и главный склад вы говорили, мы не собираемся учиться. Ну вот получается это. Я уже просто не выдержал. Причём тут споры, попали через ранг, которые вы же учите делать. Вы ярый пропагандист, потом ниже покажу. Вот. Юрий Железов пропагандирует задернение престольного круга. А в этом случае отмерзшей травы у деревьев больше. Да, ну и что? Так вот, минимание. Самое страшное. Посадка. Вот это вот. Здесь выглядит так. Вот фотография. Ну, уже можно видно, да? Чистый престольный круг. Согласны? Мульча присутствует. Почва плохая. Супесь. Вот. Но так аккуратно сделано, чтобы, не дай Боже, вот этого не было. Так и не поняла. Только сейчас до меня. Так и не поняла, что здесь гниёт. Здесь, здесь. Абрикосы и груши сразу сгнивают. Яблони держатся. Но потом всё равно сгнивают. Вот. Видите всё? И вот, когда это, и вы понимаете, я ещё раз. Ольга, я не стал бы вообще фильм это снимать. Я же уже в прошлом фильме всё сказал. Что мульчу надо убрать. И что вы не правы. Никаких тут хрен, ни спор, ни грибов, ни при чём. Вот. Они едят законно. Мертвечи, ну, внедряются в это, в вами изувеченные деревья. В данном случае изувечено было то, что вы не заметили, это, мульчой, под мульчой. Но так самое главное-то что? Перед полной злобой, вместо спасибо, что вы сказали. Что тут по Железову? Классическая посадка деревьев в любом учебнике. Я вам покажу эти учебники. Классическая посадка. Она стала классической. Это в новом садоводстве Железова. Я вам покажу. 40 лет сажаю. А это не заметили, что это, что мульчой гниёт. Вы какие советы даёте? Топор. И вот самое, когда, Ольга, наверняка нормально по жизни женщина. Ну, вот так вот. Ну, попались. Ну, на невежестве. Ну, это ваш уровень. Он такой есть. Не то, что вы тупой. Нет. Это уровень образования, которое вы получили в Тимирязевке. Я вам сейчас покажу фотографию, которую Тимирязевская академия у меня украла. Потому что своих нет. Фотографии абрикосов. И вот, преисполненно злобой. И ещё раз. Я мщу только вам. Это говорю такими словами обидными. Вот это за хрена было писать, а? Вы увидели моего сына. Как он садит. Это мой ученик. Вот он тут при чём. У парня, уж подчёркиваю, это Железов Сергей Валерьевич. У парня такое выражение лица, как будто этой лопаты прибить готов. Вот, и она ещё взяла, и ещё у вас эту фотографию скопировала. Я вот, слюбуйтесь, какая злоба это. Это у вас злоба. Смотрите. Сейчас. Смотрим сюда. Вот это есть тот человек, которого написали выражение лица, как будто прибить готов. Я не лез бы в эту свору, потому что, ну, когда такая подлая вещь, у парня выражение лица, как будто лопаты прибить готов. Запомнили? Я вам покажу сейчас эту фотографию. Вот. Вот такой он был 10 лет назад. Видите? Посмотрите на выражение лица. То, что он выращивает, вам даже не то, что вы не можете, вам это не снилось даже. А это его семья. Что вы это самое, такую подлость написали. Внука, как там лопатой прибить готов. Вот он. Это мой сын. А какое имели право оскорблять сына, значит, меня. Вот еще прищур солнца. Вот еще. А вот это самотверженная работа. Начинает при минус 5, минус 10 поревать, потому что сибирское лето короткое. И только у него единственное до осени вызревает. И к нему не относится массовая гибель, потому что не вызревают в Сибири. Если вот так не хитрить. Видели бутылки накрыты? Там под ними целый месяц выгадывается. Посмотрите на него. Посмотрите, как он улыбается. Посмотрите. Ну-ка, кого он прибить готов. Ну-ка, посмотрите на это лицо. Кого он лопатой прибить готов. У него рядом лопата стоит. Кого прибить готов. А кто такие саженцы высылает? Когда вы видели эти вшивенькие, 4 раза меньше, коробочки, в которых по 20 саженцев лазят. А у него даже один саженец в таком вмещается. Бывает, по одному, по два высылают. А теперь внимание. Вот эта технология, которую не знала та, как Наталья, которая поблагодарила, что надо мульчу убрать. Раз, два. То есть наоборот надо было. Вот нагрёб. Вот. Вот он перегной. А теперь внимание. Где выражение лица, что он прибить готов лопатой? Ну-ка. Ну-ка. Где? Вот в отместку на то, чтобы показали себя совершенно некомпетентные. Взять вот такое, это вот, оскорбление написать. Повторяю. Это вы. У парня такое уже не все, как будто прибить готов. Кого? Кого он здесь прибить готов? Он позирует, как правильно. Это я его заставил. И что тут по железу? Классическая посадка деревьев. В любом учебнике есть. Во! В любом учебнике есть. Это я вам. Вот это вот, 19-й год. Это я прямо с экрана. Это учебный, нет. Рекламный фильм. НПО. Самый крупный питомник России на тот момент. НПО Челябин. Знаете? НПО Сады России. А? Это классика? А вот это знаете кто? Здесь написано. Посадите правильно яблоню грушу. А знаете в чем дело? А дело в том, что это ботинки доктора наук. Понимаете? И фотография была мной сделана тоже в 19-м году. Не верите у меня там по папкам 19-й год? Или так поверите? Или надо показывать? О! Фото 19-й год. Любуйтесь. Доктор наук, видимо, первое в жизни ямы выкопал. Почему? Внимание. Заполняет всякое дерьмом. То, чего, кстати, категорически нельзя по железу. Потом скажут, что это классическое садоводство, что нельзя туда дерьмо сувать. Когда корни искалечены. Вот дерьма. Вот дерьма. Вот. Искалеченный саженец. Видите вот это вот? Ну? Это доктор наук лучше саженец выбрал. Видели? Я ничего не напутал. Искалеченный. Куда его садить? Его выбросить надо. Внимание. Ямка готова. Скажите, потом еще насыпет. Но тогда насыпет выше этого. Корневой шейки, если она у него есть. А вот это страшная рана. Это доктор наук. Это лучший саженец. Какие остальные тогда? Ямка. Уже формирует эту. Как она называется? Вот. Видели? А это он словами говорит. И бордюр делаем. Где классическое садоводство? И необреженный саженец понятия не имеет. Что по новому садоводству, по железовому, минимум половину крона. А здесь даже больше. Потому что корни дерьмовещие. Вот эти корни. Это есть та самая карликовая. Когда, знаете, палка втыкается, обрастает жидкими корнями. Центрального корня нет. И это в России. Где он напьется этого, незаверзающего раствора? Вот здесь вот, 20 сантиметров от поверхности. Как вы меня, Равка, это чуть не сказал, раскрутили, а? Вот это классическое образование. Вот это вот. Это доктор наук. Целый доктор. 19-й год. Бордюр. Где вы видите холм, как у Железова? А потом, это, все это расходится. Я показывал, друзья, вы же знаете, я вам показывал десятки, а может быть уже, наверное, сто или пятьдесят уже точно. Я вам показывал старые учебники. Везде ямы, глубокие ямы, ямы, ямы. А потом переходит это, это. И вот когда миллионы деревьев садят, все садят в ямы. Вы об этом знаете? Вы знаете, сколько деревьев погибло? Большая часть посаженных деревьев в память погибших 23 миллионов или 27 миллионов человек в память о жертвах Великой Отечественной войны. Большая часть их мертвые давно. Я вам показывал, издевался, что они делают. Штамп делают. В яму садят, чтобы гнило. А это еще абрикос. Как он может с листьями, с листьями, садить что-то не посреди лета. Вот такой вышли. Да он давно мертвый. Вот я бы сейчас поставил бы ящик коньяку, дорогого коньяку. За то, что это саженец, да он мертв. Я как набрал фото, посадка саженца. Я в ужас пришел. А вы в ужас не пришли. Ага. Вы 40 лет так садите. Вы 40 лет назад не знали вообще, что такое посадка на холм. А вот это вот, современники. Там такая же посадка. Ой, жалко, не надо было тут показать. Это современники. Это 20-21 год. Показывают и показывают, как они садят в ямку раз. А потом берет со злобой. Отрезают все ветки. Сейчас еще до вас доберусь. Вот это вот. Фильм про Мичурина. Видели? Вот это вот. Как коллег делают. А потом Мичурина виноват. А это 20-й год. Все, от самого низа. Отрезать каждую веточку. Все. Вот так небрежно. Еще и не замазать. А потом, это ваш, как это называется, бенефис. Вам женщина обратилась. Она сказала, у меня 7-летняя. Не надо было оскорблять. Я вас вынужден выставить чуть ли не дурочкой. Представьте себе. Это показывал я. Но повторюсь, почему. Я не знаю результата. Там еще будет небольшая переписка. Поймете. Итак, обратилась женщина опять к вам, как к специалисту. Там несколько человек по году делает. К вам, как к специалисту. Чтобы вы сказали, что ей делать. Этой груши 7 лет. Она не плодоносит. Она вообще не знает, что делать. Вот. Самый умный совет был, в кавычках, это ваш. Берем до высоты 40 сантиметров, отрезаем все ветки. Вы сказали ей, может, заставили, может, убедили. Вот эти. Вот, понимаете, вот эти две ветки равноценные. Это, вот, показываю. Это вот так дерево. Вот так вот. Ой, не так. Чуть кукиш не показал. Вот. Как бы сделать-то. Это дерево вот так растет. Одна вверх, а другая чуть вбок. Равноценно. И отрезая эту ветку, пол дерева отрезается сразу. 7 лет росло, не мешало никому. Плюс раз, два, еще три. И, конечно, на кольцо. Там не было сказано. Это уже вбитого в башку всей России. Кольцо, кольцо, кольцо. То есть, за подлецом со штабом. И вот это страшная вещь. Изувечить, наверное, смерть обречь. И это вы сказали. А потом было продолжение. Даже, говорю, повторяться не буду. Сейчас, ха-ха-ха. Мы попадаем в дурдом. Еще раз. Груша 7 лет. Ни разу не цвела. Может, неправильно посадили. Может, неправильно. Может, углубили. Может, углубили. Наоборот, высоко посадили. Место прививки. Да его нельзя закапывать. Вот. Подскажите. Самарская область. И вот началось. Дерево. Вот понимаете. Уже это самое. Самый главный совет был. Да, натрезать. Раз, два. Все это подряд чертовой матери. Дерево свести собралось. Вот оно. Свести. На седьмой или на восьмой год. Но дерево уже не спасти. Какого хрена вы пишите? Что вы понимаете? Караед сто процентов. Где вы видели Караеда? Караед под корой. Где карат слоилась? Это потом жалуются. Две яблони уничтожил гад. Караед такое же. Имеет правное существование. Чуть не сказал. Животное. Насекомое. Или как оно там. Которое обязательно должно быть. Оно свою нишу занимает. Оно часть пищевой цепочки. Она жрет то, что сгниет. И вот получается. Он его уничтожил. Белый налив. У него все это вытащили. Как только. Вот смотрите. Его лечить не надо. Если бы вы не лечили. Возможно, что какой-то шанс был. А скорее всего. Просто ваши деревья. Вот точно так же. После таких идиотских советов. Видите? Рана страшная. После таких идиотских советов. Вот рана страшная. Он тоже просто взяли. Погибли. Караед ни при чем. Как только не лечила. Вот делать нечего. Первый год после нашествия. Они еще листочки дали. А на второй год приехал. А дерево дал тречному посолу. Это не вот это. Это просто у вас погибало дерево. Слушайте дальше. Согласны. Не спасти. Вот это-то не спасти. Чего его не спасти-то. Только моляю Бога. Как это? Если я уже обратился к вам этот. Уже позже. Мой брат. Чтобы не отрезать. Результат только не знаю. Успел отрезать или нет. И вот. Чем только не мазала и не опрыскала. Уколы делала. Специальная трава от караеда. Один идиот придумал, что с караедом надо бороться. Все усилия коту под хоз. А вы как хотели? Если караеда не будет, если вы отравили караеда, что перестанет что ли дерево болеть? Гнить. Как гнило, так и будет гнить. А у нас суперспециалист. Она тут в этом компании словет суперспециалистов. Словет. Как жалко. Если они проекли и кара отслоилась, то все. Так это уже перешел разговор про вот эти. Про то, что она пожаловалась на белый наливий Уэлси. Вот. Конечно не спасти. Спилили. Уэлси спилили. Вот. Каким препаратом делала? Из всех рекомендуется только Калипсо. Даже не хочу дальше продолжать. Он и есть. Покупала большую емкость. Через шланг ее сейчас так обрабатывали. Господи. А толку? У нас лес кругом. Весь зараженный. Да лес-то не зараженный. Вот такое и есть, какое есть. Пол леса вырубили. Еще, наверное, было. И лес жалко. Вот. Вот бывают такие места, где все начинает гнить, когда меняется немного климат. Чуть-чуть больше дождей. Или наоборот, чуть-чуть меньше дождей. И вот начинается это гниение или умирание. Ладно, проехали. У нас процентов 80 ели погибли от топографа. От Москвы едешь. Да сухие. В советское время обрабатывали. Сейчас скоро на елку не найдешь. Поменьше бы ели были. Лучше ели вырубают, а потом жалуются. Лена, не расстраивайтесь. И начинается обрабатывать олифы. Вот это вот я не читаю. Вот это вот про олифы. Вот это я не читаю, потому что куда смотрят лесники, вот, не спасая олифы. Вот. Потому что я в таком дурдоме оказался. Пусть обижается. Вот. Ну, Ольга, да, про олифы. Для меня это дурдом. Вот. А то еще не хватало это самое, еще олифы покрывать деревья. Чтоб сразу, еще быстрее сгнили. Вот. Ой. Юрий Железов. Наконец-то что-то умное услышим. Уважаемая Ольга, я прочитал в этой ветке все советы для вашей группы. Хочу дать свой совет. Это мой брат, мой ученик. Оставки дерева покоя, никакой обрезки. Это вот те самые верхние. Фотографии. Придет время, оно зацветет. Надо его добавить. Оно уже с цветами. Можно дерево подкормить перегной в рассыпах по границе кроны. Если уже обрезали, как вам советуют, то можете здесь фото. Жаль, не выложила. Вот. Ну, а ответы Тимирязвиха, это вот та самая Ольга. Еще раз, я бы не стал трясти в этого вашего, если бы не оскорбили на этот раз моего сына, у которого лицо как лопатой готово убить. Вот. И вот, когда появился Юрий Железу, который не выдержал издевательское отношение к деревьям, был ответ от вас. Третий раз говорю, создавайте тему, и вам выскажут участники. Груша свое мнение. Чужую тему засорять некрасиво. Это значит, я учил убивать, вот те ветки четыре отрезать. Это моя тема, и не лезьте сюда. Вот я, а мой ответ такой. Мой вопрос, а как от вас сады спасать? Как? Посмотрите. Про вас написано. Военный врач ходил от койки к койке, за ним фельдшер с книгой. Приключения барового солдата Швейка. Масуна здесь. Клистер аспирин. Промывание желудка хинин. Клистер аспирин. Промывание желудка хинин. Вот. Чем больны? Осмелюсь заложить ремотизм. Клистер. Вот это все, что вы знаете. Вот. Клистер и клизма. А у вас резать, резать и лечить фунгуцидами. Ну и все. Пока я вас дальше пожалею. Вот. Видите, это ко мне ученые приезжали. Один с Абакана, один с... Это... С... Сейчас говорю. Столица Алтая, столица Алтая. Вот память Барнаула. Вот. И я к чему хочу сказать. Приезжайте, я вас хоть поучу. Вы понимаете, вы даже не первоклассники. Потому что первоклассника можно научить, а вас учить-то поздно. Вы сказали, в 40 лет я уже это... Знаете, на холмах сажаю. Вот. И не заметили, что это... У человека сгниет. В общем, результат вот этого разговора такой. Значит, наверное, больше мы туда не полезем. Потому что... А, пожалуйста, брат, ты же умеешь вот с этих самых делать хорошее... Ну, музыкальная вставка, там, картинки, там, реклама. Все это ты сделай, пожалуйста. И так же ссылку отправь им. Что пусть посмотрят вот это вот. Потому что бы эти суперспециалистов поумерили. Потому что еще... Я хотел сказать... Все, это мы больше не связываемся. Но если еще кого-то оскорбит... Вначале тебя оскорбили, да? Вот. Потом Мичурина оскорбили. Потом Железова. Теперь моего сына. Ну, сами же напрашиваются. Ой, если бы не было время. Это те... Еще показать эти те самые. Господи, вот это ж... Может быть, не все еще видели. Это гибриды вегетативные, которые на самом деле лженаука. Мичурин ложь. Вот. Ненависть к Железову уже... Как это называется? Ну, буквально... Уже не ко мне, а к сыну и к брату. Оно уже зашкаливает. Это, знаете что? Это те, которые не существующие вегетативные гибриды. Понимаете? Если я начинал с 30-граммовых яблоков, абрикос, а получил 120 грамм. Из вишни получил абрикос. Из вишни получил черешню. Вот. Ну, разуйте вы глаза-то. Вы, по крайней мере, не моросьте голову, что из этого всего вырастут дикари. Уже сколько вы с костик вырастили? Ну, где они дикари-то? Хоть один. Хотя бы один. Ну, это всего лишь несколько лет. Вот это. Да еще был бы я фотохудожник, а я такое бы изобразил. Ну, что? Кого Сергей Лопатов бить собрался? А? Кого? Что бы вы углядели-то на том плохого качества снимки? Злоба из вас выходила. Сейчас закончится этот фильм. Больше уже не могу. Привет, брат. Вот. Сам закончится. До свидания.